Вы всегда один. Да, к сожалению, я одиночка. И знаете почему? Потому что я столкнулся с тем, что у тебя одна мысль, а другой там, особенно на передаче. Я им сказал, вот так делать. А кто-то там что-то думает, вот это сделать, вот это сделать, вот то сделать и так далее. Как говорится, получается, мешанина. И ты растворяешься в этом деле, и то, что ты хочешь донести, ты не донёс. Понимаете? До того. Поэтому я, ну, как говорится, одиночка. Так, вы всегда один. Интересно, как действует одиночество на человека, когда человек слишком умный и достойных собеседников нет? Одиночество вредно или полезно для здоровья? О, это задала некто Ника. Семёнов, вы знаете, очень вообще интересный вопрос. Как действует одиночество на человека, когда слишком умный и достойных собеседников нет? Понимаете, человек должен быть, вы видите, я аж расцвёл от этого вопроса. Одиночество, когда вы самодостаточен. Вот смотрите, я окружил себя всем, что я могу книжку делать, пожалуйста, вот я тут её делаю, тут я её сейчас верстаю, да, как я хочу. Я могу заниматься видео, я могу заниматься музыкой, я могу заниматься ещё чем-то, ещё чем-то. Вы понимаете, мне интересно, интересно заниматься самим собой и раскрывать то, что во мне есть. Мне интересно иногда поголодать, допустим, понимаете, вот, чтобы, как бы сказать, всё это сбросить, да. Мне интересно сочинить стихи, такие, как я вам рассказывал. И причём стихи иногда ты сам сочиняешь, да, а иногда через тебя проходят, такие, как вот, вот, такое вот стихотворение, которым просто меня, ну, говорит, порадовали вот эти вот, я, знаете, говорил, высшие существа учителя, некоторые, да какие там высшие существа учителя, что ты тут мелешь там это самое, что ты тут плетёшь, что ты там ешь, что ты там это. Ну, грубо говоря, люди, которые это не видели, не общались и не знали, для них это, естественно, дико и является какой-то там заболеванием. А когда через тебя говорят, с тобой разговаривают, понимаете, это очень интересно. Вот такое стихотворение. «Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний, я корень слов, источник жизни миров, я формирую бытие своё, её, вселенной всей, источники любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать, любовь и счастье воплощение, заполню этим все миры, где буду я, где будешь ты, ведь я и ты, две миры этой красоты». Так вот, что касается одиночества, понимаете, одиночества, иногда полезно, когда ты не спишь, ты раздумываешь, ты думаешь вот так, вот всяко. Иногда одиночество необходимо для того, чтобы ты подумал, как ты живёшь, правильно ты живёшь или неправильно, чтобы ты подумал отношения с другими людьми. Вот, а так, если вы интересная, самодостаточная личность, я не хочу сказать, что я там слишком умный, но, по крайней мере, вот для себя, знаете, я хотел быть в спорте, я достиг спорта, хотел быть, ну вот, чтобы что-то тут осталось, у меня дом был нормальный, потому что отец мне говорит, а дед твой, думал дом построить, а вот ты, его внук, сделал это, да ещё какой дом, о-хо-хо. Так вот, если вы интересны сами себе и занимаетесь тем, что, знаете, интересно вам, а мои книги из-за того, что это было интересно мне, стали интересны и окружающим, и более того, принесли вот такой вот доход и передачу, то это то дело, которое, ну, будем говорить, которое, которое, как бы сказать, вы не скучаете. Поэтому, интересно, как действует одиночество. Я, я ещё, знаете, как бы не одинок, вот в плане, а одиночество ещё можно рассматривать, одиночество, как от окружающих людей. Окружающие вас люди, они, ну, вам могут быть действительно чужды. Либо вы общаетесь настолько, насколько, у меня есть друзья, вы общаетесь настолько, насколько друг друга понимаете. А в том, что вы не понимаете, вы уже, ну, говорит, не соприкасаетесь, не общаетесь. Вот я сейчас в баню пойду, там я буду общаться, там, с интересными людьми, которые, там, и духовными вещами, там, занимаются, есть такие. А есть, там, ну, более простые. Вот, с ним, так сказать, пообщаюсь, им нравится со мной общаться, мне нравится с ними общаться так. А вот другое дело, одиночество, а вообще одиночество не существует, потому что, оказывается, мир открыт перед вами, вот эти все тонкие миры. Вы, не хочу сказать, что задаёте вопрос, получаете ответ. Для того, чтобы это сделать, надо потрудиться, понимаете, а не вас, как бы сказать, подправят, наткнут. И я вот не хочу затрагивать вот эти вот тонкие миры и так далее, что же, никто не понимает, и опять начнут говорить, как будто ты тут несёшь, а колесицу и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, это есть, и это вся говорит религия. Если вы до этого не дошли, ну, это ваши проблемы. Если дошли, вы прекрасно можете там общаться в той или иной степени. Не хочу сказать, что я там их вижу и общаюсь, и так задал и так далее. Это большой труд и большая честь, чтобы они вам ответили. Не так-то всё просто. Так. Достойных собеседников, достойных собеседников. Ну, иногда находишь достойных собеседников, с ними, так сказать, вот побеседуешь. Беседуешь, вот это чувствуешь, если собеседник действительно достойный, ты чувствуешь, что это родственная душа. Вот, знаете, вот есть действительно родственники, но они по духу далеки. А есть вот родственная душа, которая ближе, чем родственники. Одиночество вредно или полезно для здоровья? Значит, если вы чувствуете какое-то, ну, какое-то, как бы сказать, ну, не в тарелке, а от одиночества, значит, тогда оно вредно. Если вы чувствуете одиночество, что оно вот нормально, вы наоборот, от всех этих связей, которые, вы знаете, что-то там, вот это, то, всё. Ведь мне очень было много предложений, и до сих пор делается, там поучаствовать в такой-то рекламе, в какой-то рекламе. Да, допустим, вот там бобровую струю там порекламировать. А я говорю так про себя, боже мой, если я начну бобровую струю рекламировать, ну, не будет этих бобряток, то есть всех их там порубят на эту бобровую струю. Ну, ну, зачем? То есть человек должен, если оздоравливается, он должен делать за счёт своих сил. Их-то у него вполне достаточно. Ну, вот внушили, что что-то из вне, какая-то таблеточка, какая-то процедура, какая-то там рубая колбаса, сделает ваш здоровье. Да ничего подобного. Вы должны правильно работать со своей жизненной силой. И тогда у вас всё будет получаться, и ничего там не надо. Так, и тогда, будем говорить, вот когда вы в одиночестве, знаете, чувствуете, что вы в своей тарелке, вот это одиночество полезное. Ну, вот, вот примерно так. Хотя я вспоминаю, когда я был месяц в Германии, и там языка-то я не знал, пригласили там на одно мероприятие, его провели, дальше я поездил там с этими самыми селекциями. А потом где-то неделю до моего отъезда оставалось, вот, я, как бы сказать, ничем не был занят, и я вот понял, что такое ностальгия. Понимаете, вот всё чужое, всё это, всё как-то не то. Вот, одно дело, знаете, на чужбине одиночество, это действительно страшная вещь. А другое дело, одиночество вот здесь вот дома, вот всё у меня тут есть, и я, понимаете, я не скучаю, я могу поехать летом там покупаться, там, туда-сюда, вот, поработать и, допустим, не общаться там, ну, со своими там близкими, и нормально себя чувствую. А одиночество за границей – это совершенно разные вещи. Поэтому, если вы личность вообще самодостаточная, вы найдёте какое-то себе занятие, какое-то занятие интересное, главное оказывается, чтобы вам никто не мешал. И вы будете счастливы. Ну, вот так вот.